В Роскосмосе рассказали, когда ракету Протон-М повторно вывезут на старт. В Роскосмосе рассказали, когда ракету Протон-М повторно вывезут на старт. Вчера, 18.33 РИА Новости, Олег Урусов, старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур. РИА Новости, Олег Урусов, старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур. Архивное фото. Москва, 8 июля РИА Новости. Ракета-носитель протонием с разгонным блоком ДМ-03 и космическая обсерватория спектра РГ будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур во вторник, сообщили РИА Новости в Роскосмосе. Ранее Роскосмос сообщил, что запуск спектра РГ перенесен с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к старту обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока. 2 июля, час 4. Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска спектра РГ. Газкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя протонием с разгонным блоком ДМ-03 и космической обсерватории спектра РГ на стартовый комплекс во вторник, сказал собеседник агентства. В начале июля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что разрядившийся химический источник тока, который привел к переносу запуска обсерватории, заменен специалистами на космодроме Байконур. Кроме того, по его словам, специалисты скорректировали циклограмму. В конце июня другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что проблема с химическим источником тока произошла из-за человеческого фактора. По его словам, 19 июня при подготовке ракеты к пуску на стартовом комплексе из-за ошибки в циклограмме были раньше положенного времени включены нагреватели космического аппарата, в результате чего химический источник тока разрядился. Источник отметил, что химический источник тока является разовым, то есть его нельзя зарядить снова, поэтому его необходимо заменить. Это невозможно было сделать на стартовом комплексе, поэтому потребовалось 22 июня возвратить ракету в монтажно-испытательный корпус для разборки космической головной части. 7 июля, 12-18. Разработчик Федерации пообещал спасти экипаж при посадке в Тихом океане. Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма», «Спектр-РГ», международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО имени Лавачкина, включает два телескопа «Ирозита», созданные Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка, Германия, и «Артекс-Си», разработанные Институтом космических исследований РАН и изготовлены Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарве. Главная миссия научного аппарата «Спектр-РГ» исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения – создание карты видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...